Привет, мои хорошие! Хочу сегодня вас познакомить со своим любимым кремом. Называется он карамельная ириска. Его можно использовать в маффины, кексы. Можно использовать на торты. Очень стабильный, вкусный, очень нежный крем. Цвет такой карамельный. Итак, поехали готовить. Можно его использовать на бутерброды, на сэндвичи, сладкие. Я имею ввиду с бананом, с орешками, с любимыми вами фруктами. Итак, поехали готовить. Нам надо нагреть сковороду или глубокую, вот как у меня, кастрюлю. Или сковородку. Но желательно, чтобы она была вот такая вот выгнутая. И чтобы она была обязательно с покрытием. Чтобы не горел сахар, чтобы хорошо было работать. И на первом этапе мы берем деревянную лопатку, высыпаем сахар. Сахара у нас идет 50 грамм. Гранулированный сахар. И надо его хорошо растопить до карамельного цвета. Также нам понадобится сливочное масло. Вот сразу на этом этапе мы положим щепотку соли, чтобы он был непритерный крем. И растапливаем до коричневого цвета. Нам понадобится еще сгущенное молоко сладкое, сахар, масло немного. И нагретого до горячего состояния молока. Ну, желательно, конечно, коровьего рынка. Но у меня обыкновенное молоко магазинное. Вот, его нагреть до горячего состояния. Потому что мы будем работать с раскаленным и растопленным сахаром, с маслом. Поэтому надо обязательно, чтобы горячее молоко. Вот, растапливаем. Рекомендую этот крем. Он, во-первых, можно его, им украшать торту. Он стабильный, вкусный крем. Очень вкусный крем. Такой незадержанный, неиздержанный. Вкусный. Доводим до коричневатого состояния наш сахар. Регулируем газ. И когда сахар становится коричневатым, а нам надо, чтобы он не светло-коричневый был, а темноватым. Чтобы красивый был крем. Начинаем потихоньку в эту массу вводить масло. Смотрим, дымок пошел. Масло сливочное. Потихоньку, по кусочку. И активно все помешиваю. Масло должно быть комнатной температуры. Не из холодильника. Этим кремом можно наполнять трубочки всевозможные. Пирожные, карбинка. Бесподобный крем. Молоко у нас горячего 80 миллилитров. Сгущёнки 397 миллилитров. Точно надо использовать сгущёнку. Вот. И 42 грамма сливочного масла. В комнатной температуре. Когда мы распустили полностью сливочное масло. Смотрим, у нас наш крем становится таким янтарно-тёмным янтарём. Вот. Потихоньку масло распустилось. Потихоньку вводим мы сюда наше молоко. Молоко, ещё раз напомнила, горячее. Добавляем газу. И на этом этапе можно уже вводить наше сгущённое молоко подготовленное. И теперь эту массу нам надо поменять лопатку. Взять силикон. Уварить. Увариваем до состояния крема. Почему я рекомендую брать силиконовую лопатку? Потому что нужно со стеночек хорошо всё спускать вниз, там где закипает эта масса. Чтоб всё проваривалось. А деревянной лопаткой так не сделаешь. Силиконовая более тщательно работает. Вот. И теперь наш крем мы увариваем. И обязательно на посуду берите с покрытием. Тефлон. Может быть, на фострюльке такое покрытие. В ковшике. Может быть, в сковородке. Так легче работает. Ничего не пригорает. Активно помешивая. Чувствуется, как внизу, на дне сковородки, уже скапливается корочка такая. Поэтому обязательно активно всё помешивайте. И собирайте с боковушек всё, что у нас прилипает. Загущаем наш вкусный крем. И завтра-послезавтра я с этим кремом приготовлю кексы или маффины с начинкой. Это у нас будет шапочка из этого крема. А начинку я вам расскажу. И какие капкейки я буду делать, я вам расскажу завтра или послезавтра. Заходите на мой канал. Это крем менее избитый. Как мы привыкли, белковый крем используем. Или масляный. Насыщенный вкусный крем. И называется он карамельная элиска. Напоминает нашу ириску, к которой мы привыкли есть в детстве. Газ надо уменьшить. Чтобы крем не горел. И активно работаем. При остывании, когда полностью он остынет, уже в форме. Или в тарелочке, или в баночке. Он будет густой. Вплоть до такого состояния, как масло сливочное, когда достанешь из холодильника. Чувствуем, как наш крем уже почти застыл. Он уже тянется, как ириска. Красивый цвет карамельный. Делаем еще меньше газ. На минимальном газу уже работаем. Наход, как к завтраку. Допустим, на тост намазан. И с каким-то фруктом в сверху. Очень вкусный крем. Проверяем. Если образуется такая дорожка, когда раздвигаете вы крем, значит крем уже готов. Все, наш крем готов. Выключаем газ. И будем насыпать нашу подготовленную тарелочку. Тягучая текстура у него. А когда застынет, его можно будет резать ножом. Как масло, которое достали из холодильника, и оно капельку уже нагрелось. Вот такая будет текстура. Вкусный. Неизбитый крем. Использовать в любой выпечке. В булочках начинку можно. В любых пирожках. Вот, друзья, я вам рекомендую настоятельно использовать или готовить этот крем. И использовать в выпечке. Вот такой крем у нас получился. Очень вкусный, нежный и красивый. Спасибо за просмотр. Ну и пока-пока. Пока-пока.